В целях профилактики безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД провели очередной рейд по снятию пленочных покрытий с автомобилей. Оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Тонировка» проводилось с 6 по 16 апреля, в ходе которого зафиксировано более 90 административных нарушений, а к одному из водителей применили одно из строгих мер пресечения правонарушений в виде заключения под сражем. Всю строгость закона на себе испытал 20-летний коспичанин Шамиль Нанаев. Молодой человек находится под стражей уже целые сутки и в данный момент является живым примером для всех любителей запрещенных тонировок. Нарушителю неоднократно выдавалось требование сотрудников полиции об удалении пленочного покрытия на автомобиле. Только вот герой нашего сюжета утверждает, что просто не успел их снять. За пленки у меня были требования, я не снял заранее и посадили вот сюда. Сколько ты тут уже часов находишься? Сутки. Соответствует ли тонировка допустимым стандартам? На этот вопрос легкостью ответит инспектор ГИБДД, проводя процедуру оценки на месте с помощью специального прибора. Светопропускная способность стекол не должна быть менее 70%. Инспектор по административной практике, старший лейтенант полиции Руслан Чараков, отмечает, что в ходе проводимого рейда стандартам не соответствовало более 90 автомашин. Тем самым они ухудшают обзор с места водителя и создают при этом опасность для других участников дорожного движения. То есть, когда водитель плохо видит, что творится за его лобовым стеклом или поперечным зеркалом, задным видом, это уже является своеобразной угрозой. В связи с этим у нас проводятся вот такие мероприятия. С 15 ноября прошлого года из Кодекса административных нарушений изъяли пункт о снятии государственных номеров затонированных автомобилей. Теперь водителю выписывают штраф в размере 500 рублей и выдают под роспись письменное предписание устранить нарушение. Потому уже испытавшие на себе требования закона просят остальных автолюбителей не наступать на те же грабли повторно и своевременно снять пленочное покрытие. Им тоже желают, чтобы не ставили пленки, это нехорошо. Также здесь будут сидеть они тоже, если они будут с пленками ездить. А пока любителя темных стекол Шамиля Нанаева отправят из изолятора временного содержания в суд, по решению которого водитель будет оштрафован или вновь заключен под стражу. Только теперь уже до 15 суток. Шахноват Кулеев, Алексей Колесников, Новости Каспи-ТВ.